Добрый день! Добрый день, следующий наш гость Юлия Зонис, биолог по образованию, закончила НГУ, училась, продолжала работать и в Израиле, и в Канаде, и в Англии, где там еще? В Бездельничество, в таких странах. Да, 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 да. Как автор она известна в первую очередь по роману, написанному с авторством Александром Шакилом «Бютун и герой». Первая книга ее ссорена, это роман «Богов», с тех пор вышел еще роман «Инфа» и сборник рассказов «Преводичный парк», правильно? Плюс масса публикаций журналов, переводники в сборниках различных. Ну и Юлия также известна как переводчик в последние, скажем так, полтора года, с тех пор, собственно, как она живет в Санкт-Петербурге, она занялась этим неблагодным, неблагодным делом. Известно, как переводчик в русских, вахарбовских кругах, но широко известный. Широко известный в русских кругах. Ну, в общем, да, да, да. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, начнем с вопросов моих, да, как ведущего? А может, расскажи несколько все. А может быть, да, может быть, какую-нибудь байку расскажешь нашим замечательным зрителям, многочисленным. Ну, поскольку тут упоминалось о книжках, в том числе о культурном герое, давайте я вам, дорогие многочисленные зрители, расскажу о том, как все это дело писалось. Вот. А некоторые, возможно, знают, что культурный герой, называемый романом «Коллажем», изначально там была авторская группа примерно из семи человек. Вот. И получалось в результате, кто в лес, кто подорвал, кто на пармлакс. После чего инициатор этой затеи, замечательный писатель Медомихнов, отвалился. И все это как-то вот зависло в большом количестве написанных отдельных рассказов, которые вроде бы так очень свободно придерживались общей сюжетной камней. Вот. После чего прошел год. И написал мне Саша Шакилов со словами «Как-то все это нехорошо». «Давай мы как-нибудь это добьем». Саша Шакилов вообще в те годы был очень добрым юношей, который готов был писать в сто. У него было семь написанных в сто романов. А мне как-то казалось, что вот эта книжка, она абсолютно никуда не пойдет. Но в поры отчаяния я написала Светлане Мартынчик, который, в общем, Макс Фрай. И у которой как раз в то время затевалась белая серия. Вот. И как бы Марта сказала, что отлично, пишите, давайте посмотрим. Мы начали это дело интенсивно писать. Примерно через неделю пробудился Даних, ну, видимо, он услышал зов из нас, Фер, это был зов к духу. И сказала, давай-ка мы вместе с тобой напишем это дело. Вот. Ну, я ему сказала, что извини, товарищ, как-то все уже подписано с другим человеком. Вот. Но, в общем, история не об этом, о том, что издали мы, наконец, этот романчик, который я долго и нудно компилировала. Потому что там была реально куча рассказов, которые как-то были очень странно между собой связаны. И, в общем, мне удалось сложить их в некую мозаику. Вот. После чего мы с Шакилом решили, что это очень прикольно писать вместе. И надо бы написать что-нибудь еще. Вот. А в то время, возможно, был какой-то конкурс, а, возможно, и нет. Но, в общем, нами обладела идея написать совместный рассказик. Вот. С названием «Пир духа». А история там заключалась в том, что, значит, некий день полнолуния. Духи, ну, армейские духи, да, молодые типы, прощаются в волков и начинают гонять старослужащих по полям и лугам. Ну, в общем, затея как бы интересна. Чего-то меня это мысль увлекла. Я, вот, кстати, один из вопросов, который Вася мне собирается задать, и я читаю в мысле. Как рассказы превращаются в повести и романы? Вот. И тут, как бы, очень простой рецепт. Сколько как? Сколько почему? Почему это происходит? Почему? Сейчас объясню почему. Соответственно, имеется у нас войсковая часть, где, значит, духи превращаются в полнолуния, гоняются старослужащие по полуне. Ну, красиво, как бы, само по себе смысла ни малейшего не имеет. И я сначала задумывался, а чё это за странная такая войсковая часть. Сразу как-то в голову пришёл замечательный проект Вермольф. Да? Вот. Ну, чё-то такое. А потом, как бы... А зачем, собственно, нужен такой проект? Зачем, как бы, несчастных военнослужащих превращать полку? Вот. Наверное, есть некий враг, с которым надо бороться. В качестве врага неожиданно появились гномы. Я, если честно, совершенно не помню, откуда чья это была безумная идея. Вот. Но гномы это же неинтересно. Как бы, ну, гномы, гномы, да. Они маленькие, низенькие, бородатые, вообще-то не сексуальные абсолютно. Поэтому надо гномов переделал Свартальву. Тёмных эльфов. Которые, как бы, чёрные леком прекрасны, но я человек, страдающая ксидофобия, поэтому чёрных Свартальву мне какие-то вломы было делать. И оказались они подозрительные, это светлокожие. Вот. Ну, в общем, такие эльфы, живущие под землёй. То есть есть верхняя альба, есть нижняя альба. Логично. Вот у них, значит, происходит борьба. Но борьба происходит за что? Как бы, тут начинаешь думать. И тут же всплывает, значит, любимая книжка моего детства «Сломанный меч». Где, как бы, мы прохлядный меч Тирфинг, который периодически появлялся в народических сагах, в общем, достаточно долгое время, принося своим владельцам несчастье и беды. Вот. Тирфинг. Отличный Тирфинг. «Сломанный меч» – моя любимая книга. Давайте возьмём Тирфинг и будем про неё писать. В общем, долго общаясь с Шакимом в чате, всё это время я сидя в лаборатории. Собственно, точно рассказал, это происходило в течение нескольких часов, пока у меня бежал гель в лаборатории. У меня было ещё скучно, нечего делать. Вот, думаю, пообсуждаем в рассказе. Вот. Ну, Шакила в некий момент отрубился, потому что было уже 2 часа ночи. И думаю я, а здесь есть ли мне не записать на все эти светлые идеи? В лаборатории у меня не было русской флагиатуры. Поэтому я, бодро включившую программу, транслирую труб на экране, начинаю в транслите набирать некий текст. Впоследствии это стало прологом романа «Дети богов». Вот. Причём он практически не изменён. За что многие меня критикуют. Но я считаю, что как бы если в 3 часа ночи человек сидит и в транслите набирает нечто, то это просто святое, менять его нельзя. Вот. После чего эта тема так меня вдохновила, что я сказала, ну, Шакилов, извини, я тут, пожалуй, сама. Как говорится, я тоже справлюсь с вашим делом, с вашей помощью. Вот. Отправилась домой, села за комп и слезла где-то не через 10 из этого кромпана. При этом я закрыла дверь, отключила телефон. А из лаборатории мне периодически звонили. Потом начали звонить друзья. А потом люди из лаборатории стали проходить, устучать дверь, надеясь уже найти мой труп в квартире. Ну, хотя бы труп, ну, хоть что-то. Вот. Наконец они нашли как бы квартиру владельцу, которая работала в соседнем здании, которая отпила от жилища. Вот. И увидела меня в окружении гигантского количества распечаток. Конечно, у меня дома не было интернета. Поэтому ночами я прокрабывалась в лабораторию. Далу пары цепки пели на прочих сайтах. И делала большой, конечно, распечаток. Вот, значит, стоит компьютер. За ним сидит существо, взлохмаченное, пропотевшее, с играющими глазами. Прекрадочно стучащее по клавишам. И вокруг, значит, такой белой коровой муляцию распечатки. Вот. Ну, квартира владельца пришла в ужас. Накормила меня, напоила, там, дала своих сигареток. В общем, несколько переламенного сознания. А тут обнаружилось, что первая часть книги, в общем, и написана. Ну, я решила, что надо как-то примириться с окружающим миром, которому я подкинула такую подлянку. В частности, с шефом. Привнулась в лабораторию, сказала, все-все, отлично, у меня по нервным срыв. Ну, это так называется. Вот. Извините, товарищи. Вот. После чего я думала, что вторую часть книги, вообще я думала, что это будет такой маленький романчик, там, на 10-12 авторских. Вот. Ну, вторую часть книги я решила написывать позже. И тут чего-то опять мне пришла в голову посторонняя мысль. С этого начинаются все беды. Мысль состояла в том, что, когда я еще жила в Лондоне, я писала довольно длинный, занудный сценарий по Red Line. Это, в общем, была такая, как бы, ну, была организация Одессы и многие другие организации, которые, как бы, нацистов, фашистов, после Второй мировой войны эвакуировали из Европы, там, в Аргентину, в Южную Америку и так далее. Вот. Соответственно, там была достаточно запутанная история, вот такой 150-страничный сценарий, который сгинул в небытие абсолютно. Но тут я подумала, вот Тирфинг, вот Аннонерви, вот Фервольф. Как-то это должно быть связано. И если кто-нибудь помнит интерлюди, а там есть такая часть, это письмо, которое там, в общем, где-то на 8 или 100, что-то около того. Я села и написала это за один день, потому что вот тут обратный случай, когда, значит, 150-страничный сценарий журнается в 8 страниц письма, это как-то получается легко и приятно. Вот. После чего, тон как бы произведения резко сменился, потому что мне неоднократно говорили, в том числе уважаемые опыти, что произведения резко распадаются на две части. То есть, первая такая веселенькая, бодренькая, но я не знаю, что это могло быть бодренького, когда я там, не жравший, не пившийся делал за кемпом. Ну, видимо, не знаю. А динамика, они все время бегут, 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 бегут. Но второй медленно, нудно, идет, идет. Да, да, да. Но, видимо, вот похоронная тема возникла, значит, с этого несчастного эссоциа. Просто декорации быстро меняются. Но второе, меняется сам герой. Да. Наверное. Не, наверное, а точно. Вот. В общем, короче говоря, шеф утратил меня еще на две недели. После чего я понял, что роман мой с биологией с Торонто не состоялся, зато у меня был написан роман. Ну, книжка. Вот, собственно, такая веселая писательская байка. А как ты ее, все-таки, тюхала? Ну, мельнику. Не хочешь ли почитать? Он не хотел почитать месяца четыре, после чего... А, после чего, кстати, появилась, по-моему, твоя забавная запись про Крылов. Какие вам нужны книги? Что-то на тему того, что там одна сюжетная линия, бойки героя, там у главного героя убивать не обязательно. Вот, я подумала, боже мой, это идеально подходит. Там даже там у главного героя не убита, потому что у нее нет дамы. А, то есть она есть, но она изначально не убитка. Нет, ее убить можно, ее насиловать было нельзя, насколько я помню. А, ну, насиловать ее вряд ли кто-то хотел, потому что она была утопленницей. И в довольно разложившемся состоянии их выяснилось в последствии. Вот, короче говоря, я там что-то в комментариях с записи начала писать, что вот, ребятки, я к вам пришлю. Но ты этого не заметила, а вот Мельник заметил, со словами, э, нет, 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 ребята, так, подождите, я прочитала ваш романчик, это замечательный романчик, давайте-ка мы подпишем договор. Мы за два дня подписываем договор. Так что, в общем, спасибо. Вот, кстати, возвращаясь, собственно говоря, к детям богов, вот, и к другим твоим произведениям, как я заметил, у тебя вот такая есть манера забавная, то есть, ты, этих всех героев, то есть, персонажи старшеды, древнегреческих античных героев, и так далее, подобных библейских героев, ты их всех делаешь как бы нашими современниками, они надеваются в одежду, они слушают ту же музыку, они курят те же сигареты, так же стреляют у прохожих, они пьют ту же самую жидкость из фляжки, вот, это что, это, да-да-да, я специально напомню, это сознательный постпендартистский ход, или просто лень тебе как-то реконструировать, продумывать психологию средневековых или античных героев, которая, в общем-то, довольно сильно отличается от нашей современной. Она сильно отличается от нашей современной, но, кому интересно читать книгу про шестисотлетнего Свардальва и его психологию. Знаешь, ну это как бы вот была такая замечательная крылка, где задали тему, что-то на тему психологии, чужого, разума чужого. в результате, ну как бы, рассказы, которые можно более читать, более не про чужих, а про своих. Вот, рассказы, которые нельзя было читать, они в результате либо про своих, либо неинтересны. Для того, чтобы написать про чужих очень хорошо, надо обладать либо потрясающим талантом, либо потрясающим безумием, вот, либо тема другим взросл. Я, если честно, не знаю, как я, к примеру. Как бы, есть всякие отклонения от средней, там, человеческой психологии, ну, левая рука, тьма, например, то есть, по боеполу это существо, у них довольно интересная психология, но тем не менее, она человеческая. Как бы, это вот человек, оказавшись от таких обстоятельств, прям так себя ведет. То есть, отличается, допустим, традиция, структура общества. Слушай, психология героя, живущая в 17 веке, она вполне себе человеческая, только она не наша, не современная, ее вполне можно использовать. Этим занимался Логинов, я пыталась этим заниматься в книжках, в книжке, которая претендовала на историчность. Это, собственно, небезызвестная книга, изданная в издательстве Поплит, которая уже, в общем, не совсем моя. Но именно там мне это было интересно, потому что изначально ставится задача написать исторический роман. Когда ставишь задачу писать исторический роман, тебе нужен правдоподобный тураж, правдоподобная психология. Когда ты ставишь задачу написать посмодернистский роман, городскую фэнтези, в общем-то, про современников. Я бы сказал, не просто про современников, а еще про сверстников, про выросших в той же самой культурной среде. Ну, в общем, это довольно странно, когда вот этот самый чувак с 300-летним и 60-летним опытом он ведет себя как 30-летний юноша учимящий мир. Не, ну, как бы, на самом деле Хоббит Фродо, получивший концепцию власти. Ну, по книге было лет там за 50, ведет он себя как 27-летним. Ну, и там написано, что в среднем продолжительной жизни. В среднем продолжительной жизни Спортайм равняется прям тысячам лет. Ему 600 лет. Это на самом деле у нас же вестник. А он же так опыт 600-летний. Ну, как бы, дуракам закон не писан, это называется. Там характер такой, что ничего его не учат. Да и в общем, это по книге, по-моему, очень заметно. А то же самое касается, допустим, античных героев в том же Боевом Шлипе Аргу. Они, вот здесь абсолютно четко видно, что это наши современники. Да. Не, ну Боевом Шлипе Аргу происходит, да, в наше время. Ну, там война в Чечне. Я понимаю. Если бы мне захотелось писать осаду Трои, так и запишу. В общем, лень тебе реконструировать психологию. Именно этот вывод можно сделать из моих речей и публик. Какому следу. Скажи, пожалуйста, опять же, возвращаясь вот к Детям Богов, к Боевому Шлипу Аргу, к Лидо и так далее. Практически в каждом твоем произведении, что в романе, что в рассказе, там присутствуют какие-то литературные, михологические, фольклорные параллели. То есть есть персонажи, которые ведут себя как наши современники, но в то же время в каком-то другом измерении этого самого контекста они дублируют, повторяют действия каких-то литературных персонажей либо фольклорных, либо мифологических. Это вот бессознательно получается? Нет, вполне сознательно. Это очень очень низкий прием. Скажем так, когда ты там учишься, допустим, играть на фортепиано, сначала ты осваиваешь гамму, а потом тебе хочется играть очень сложные музыки. То есть это такая вторая стадия развития сложных, концертов, достаточно плавных. Я не музыкант, но в общем, примерно представляете, о чем я говорю. Тебе хочется использовать все возможные инструменты, которым ты научился. Посмодернизм это, на самом деле, у нас был один из инструментов, который сейчас достаточно популярен, постоянно встречается в литературе, он все думал вокруг нас пожизненько. Поэтому не пользоваться им можно при сознательном ограничении себя. То есть, опять же, если ты пишешь исторический роман, не хочешь каких-то посмодернистских реалий, это можно старательно отсекать. Но на каком-то уровне владения мастерством это уже, в общем, следующий уровень, когда ты не просто используешь все инструменты, а ты сознательно отсекаешь что-то, на чем-то сосредоточиться, чтобы у тебя получилась чистая, правильно, очень выверенная мелодия. Ты уверена, что это действительно в следующий уровень мастерства? Мне так кажется, что человек, который вот это все книжное знание запихивает в книге, в свои собственные произведения, все это начитанное, наслышанное, наслышанное, насмотренное, это как бы человек, как правило, без своего личного собственного жизненного опыта. У тебя же с своим жизненным опытом все в порядке. Зачем ты это делаешь? За тем, что мне это не связано. А свой жизненный опыт значит, ты предлагаешь мне написать автобиографию? Ну, 90-х годам я, несомненно, этим займусь. Ну, Андрей Убанов этим занялся к 40-ка годам, ну, у меня еще, в принципе, есть время, если к 40-ка. Ну, у меня еще есть время, да, но пора бы начинать. Чтобы успеть. Нет, ну, в общем, я неоднократно говорила, что история моя жизнь, она на парадок фантастичнее, чем самые фантастические мои книги. Так вот, да. Но что-то мне подсказывает, что читателей будет еще меньше. Да ты и так ее знаешь, родная. К истории твоей жизни, собственно говоря, твое биологическое образование, оно как-то на твои книжки повлияло? О, да. По-неполему того, что ты в лаборатории писала транслитер, о чем уже рассказала. Биологическое образование вполне повлияло на мои книжки. Ну, во-первых, не просто биологическое образование, а как бы университетское образование, которое тебе дает некий связь, на то, что думает. Поэтому, например, простейший вариант, то, что я рассказывала про Вольфа, то есть ты вводишь некую деталь в фантастический мир, ну, невольно ты начинаешь думать, какие последствия это вызовет не для того конкретного сюжета, а для всего мира. И, в общем-то, это дело учит делать достаточно широкие экстраполяции. Вот, а что касается биологического образования, это, конечно, у меня с биологическим сеттингом микроизатором НИМФО и замечательная книжная серия, которая, надеюсь, когда-нибудь будет узнать в том, что на три буквы. Аистер? Ты раскрыл карты. Будем надеяться, да. А что за серия вот эта вот, в том числе должна быть? Она называется «Время химеры», и, в общем-то, изначально это была как бы проектная книжка, как бы написана для издательства поколения. С биологическим сеттингом. Биологический сеттинг мне показался исключительно дурацким, когда мне ее прислали, а именно из лаборатории вырвалось несколько там каких-то ужасных мутантов, переписал всем, весь мир заразился и, значит, теперь весь покрыт бегающим, прямой агрессивным мутантом, а людишки запах там в нескольких оклавах и отчаянно отбиваются. Вот. Эта идея сама по себе была настолько брудовая, что мне уже стало интересно попробовать написать, как бы это могло быть на самом деле. То есть, в условиях биологических, чисто, ну там, биологических, психологических, социальных, такой вариант развития событий мог бы оказаться реальным. Ну, в общем, как бы, книжка отчасти об этом, а отчасти я большой любитель книги «За миллиард лет до конца света». В некотором роде это, ну, не стёп, конечно, но просто исследование того, что было бы, если бы Вичуровский не был таким мутуристом, вот раз, и во-вторых, к чему ему может привести такое бескорыстное увлечение наукой при полном презрении вот гемиостатического мироздания. Ну, это классический безумный учёный, который высказывает. Это классический безумный учёный. Ну, это не совсем классический. Находят базу, хитро, уничтожают Вселенную. В общем-то, да, это про безумного учёного, даже про парочку безумных учёных. Ну, так интересно было, проводить с характерами, мотивацией. Но у безумных учёных бывают характеры. Бывает. Бывает. Не, понимаешь, как бы... Ну, это чистая схема. Ты смотрел вот комиксы, да, там, как бы, чистая схема, да. С другой стороны, наверное, я смотрел комиксы-хранители. То есть, можно из комикса сделать... Я смотрел сериал «За гранью», где архетипичный безумный учёный Калиниченко рекомендовал. Поздравляю, да. Я, по-моему, несколько серий смотрела. В одной из рецензий, которая была опубликована в журнале «Если», Николай Калиниченко отмечает... Рецензия, посвященная сборнику «Боевышлепарго», Николай Калиниченко отмечает камерность из-за сцен большинства рассказов. Стремление героев вырваться из клетки, в которой происходит действие, замкнутого такого пространства. Насколько ты согласна с этим наблюдением и что, в общем-то, этот герой будет делать, ежели ему вырваться удастся? Я бы сказала, что никакой камерности с сцен там не заметила, поскольку всё происходит в достаточно обширных исторических, неисторических, мифологических ландшафтах. Там другое. Возможно, камерность сцены возникает из-за общего ощущения тесноты, в которой герой тесно в своей шкуре. И как бы это не пространственное неудобство, а желание вырваться из судьбы. То есть, в общем-то, о чём «Боевышлепарго» прорвло? У Греков всё было очень фаталистично. То есть, сказали там «Трава падёт, Трава падёт, если привлекут, туда тех-то и тех-то товарищей, там он падёт непременно». И, в общем, так и будет. И никто, в общем, не возражает. Одна из основных тем моих книг – это что можно сделать, чтобы вырваться из этого фатуристического круга. Вы много ездили по миру. Ну, понятно, от Бешкека до Лондона, до Израиля, до Канады. Вот сейчас посел в Петербурге. Посещаешь со мной Бориса Старгасского, ощущаешь ли ты себя петербургским писателем. И что вообще такое петербургский писатель, петербургский писатель-фантаст, мою точку зрения это человек, проходящий в жуб, бэчер, проходящий на лиц минар Старганских, бэчер, пьющий водку и зарабатывающий очень мало денег. Пожалуй, это последняя ромена для Санкт-Петербурга. Ну, а в творческом плане что он пишет этот типичный петербургский писатель-фантаст? Он пишет мрачную прозу, такую городскую, востоевщину, в которой все время идет дождь, ты подозреваешь меня в чрезмерной начитанности. Перечисли мне до начала петербургских писателей-фантастов. Борис Стругацкий. А. Начнем с него. Андрей Палабуха, Александр Житинский, Вячеслав Рыбаков, Андрей Столяров, Святослав Логин. Не о влиянии Петербурга, а скорее, пардон, влияние Стругацких и школы Стругацких. Потому что даже как бы в моем поколении, которое уже через скопы, через одно, через два поколения, оно очень сильно ощущается. Потому что это как бы некая вершина, которой до сих пор никто не перепрыгнул, не произошел. И считаю, в российской фантастике. Соответственно, вот как бы это четвертая волна, Тюрбургская, Рыбаков, Мизорчук, в общем, Малеевка. Ну, пожалуйста, из более юных, так сказать, молодых, это Дмитрий Каладан, это Виктор Точинов, например, есть такой. Вот и вряд ли читал. Вряд ли. Изменяюсь, Виктор Точинов, если ты это смотришь. Я дам почитать. Я тоже могу дам почитать. У меня много Виктора Точинова, замечательный писатель. Да. Ну, хорошо, Каладан, Каладан это читала 100%. А, да. Ну, ты утверждаешь, что Каладан заворачивается, и уйдет дождь, и все пробывают в эпоху на гре депрессии? Да нет, наоборот. У него сплошной карнавал. Ну, Каладан это, ясно, не Стургатская школа, это, скорее, как бы западная школа фантастики. Я еще могу проследить какие-то параллели с Назовчуком, но, как бы, вот это не так, как бы. Ну, я все-таки считаю, что в Машерской школе Стургатской, хотя непонятно, каким боком, но, наверное, отношусь в детстве, очень любил, сейчас в восторге перечитываю. А помимо Стургатских, с кем, из писателей-фантастов, ты ощущаешь, что такое внутреннее сродство, ну, из наших, не наших, англоязычных? Ну, Олди, например, то есть, мифология, которая, как бы, проникает в реальность, реальность, становящаяся мифом, очень близкая тема. Пожалуй, что некоторые произведения Лазарчука, какая-то, если из наших, если из западных, то, например, у Соли Гуин, Железная, в общем, 67. Ну, как видишь, я ориентируюсь, вот, куда-то туда, может, это просто дело твое ненатсчитанности. Как ты современных авторов не успел до них дойти? Ну, может быть, оно и кучу. Я боюсь, что не все современные авторы были бы рады услышать твое мнение о Курфиме. Так же, как и я, и пленения мои. Не сомневаюсь. Ну, доедем здесь. Рано или поздно, руки доедем. Вы любите соженитесь, да? Вопрос, как переводчик. Во-первых, как тебя затянуло в литературной переводе? Я так понимаю, что это тоже произошло после твоего переезда в Питер. Это так и все в моей жизни произошло случайно. Ну, так же, как и занятия биологией, в общем, примерно так же с литературной переводой. Нет, это было до переезда в Питер, в Пешкеке я сидела и мучительно пыталась выбить авансы за сдать это поколение. Сдать это поколение не хотело мне платить авансы, выполнять человеку, врача у них не было денег. Вот. И тогда, зайдя на фанклап, в смысле, почитать что-нибудь приятное, ну, не знаю, просто отвлечься, я увидела объяву, что требуются переводчики, то ли для Тарбрукса, ну, в общем, для кого-то сборника рассказов. Это была Лобановская объява, Гонза, где заложится. Вот. Я ему написала, он дал мне координаты Кати Губянской, попросил связаться. На редакторе. Да. Редактор серии. Мне прислали пробник. Открыв пробник, я, как бы, совершенно офигела, потому что речь шла о каких-то безумных чуваках, 2,5 метров бороста, в силовых успехах, которые проникли на ядовитые кислотные планеты. А еще эти чуваки утыканы трубками, из которых кислота поступают в их хвост. Ворочные бутерами. Ну, какая еще? Ну, в общем, там говорилось об ядовитых парах, но вот, как бы, да, я вам, наверное, представила себе эту замечательную картину. Вот. На планете происходит какая-то жуткая война, армия, кровавых берсерков штурмует город, где находится мануфактория. А, но основная дилемма заключалась в том, что главный герой вынужден постоянно убивать своего друга. Вот. А друга он убивает, после чего из геносемени друга. Эта тема меня тоже очень заинтересовала, потому что я еще тогда не знала, как продолжаются космодесантники. Вот. Из геносемени друга выращивают нового космодесантника, который, как две капли воды, похож на друга, и несчастный товарищ, который дал клятву темным богам, что он будет непрерывно убивать своего товарища, все бегает и убивает последние 10 тысяч лет. Временами выныривая с глаза ужаса. Что такое глаз ужаса, я тоже понятия не имела, но могла представить. Вот. Более всего меня поразило описание как, значит, один из спутников главного героя, превратившегося в отродье хаоса, обросший черным панцирем и алгоритными отростками ворвается на площадь и начинает разрывать все своими алгоритными отростками поглощать. меня это очень вдохновило. И я, пребывая в полном офигении, это дело перевела. А поскольку я не понимала половину из происходящего, я честно думала, что меня пошлют. Но меня не послали. Вот. И как бы прислали там справочный материал по Вархамеру, вот, еще раз кратиков по Вархамеру, а потом я почитала книжки Ереси. И поняла, что в принципе это очень забавный мир, если вот так не вдаваться особо в технические детали, в чем-то очень-очень интересный. И с тех пор я уже перевожу в Вархамеру. А в чем, на твой взгляд, переводчика Вархамера, матерого уже, в чем причина вот расцвета субкультуры вокруг этого самого сетинга? В том числе и в России. Я на самом деле не могу сказать, в чем причина расцвета субкультуры, потому что не принадлежу к тем, которые покупают и красят солдатиков. А не мало то, что красят солдатиков, как бы есть еще куча других сериалов, Хала и так далее. Я могу сказать, причем мне это нравится. На самом деле нравится мне это потому, что в Вархамере, в отличие от других подобных вещей, там, Звездных войн, Лоббл Бластер, ну, не Стартрек, но тоже Хала, замечательное сочетание совершенно убийственного пафоса и совершенно убийственной горькой иронии. Потому что сам по себе изначально этот мир, на мой взгляд, прекрасен. В 30-е тысячелетие жил был император, отправившийся в крестовый поход. Причем, как бы основной парадигм императора было, что демонов не существует, богов не существует, ни в коем случае меня не обожествляет, эти ребята. Итераторы излишат проповедники этого самого императора, вламывались во все миры, где поклонялись каким-то богам, сносили церкви, и, в общем, атеизм это наше все. 41-е тысячелетие. Демоны рыскают повсюду, император видит труппу, сидит на золотом троне, и все его обожествляют, потому что, собственно, бог императора. И продолжает править, как я говорю. Продолжает править, и при этом каждый день уничтожая, там, то ли сто, то ли тысячу, то ли сто тысяч псайкеров, сил которых он высасывает, чтобы поддержать свою, значит, замечательную жизнь. Станис, это добро. Ну, когда в мире такое добро, как бы, нельзя этим миром не восхищаться. Ну, собственно говоря, я практически все, что хотел спросить. Может быть, наши зрители, наши гости что-нибудь хотят узнать, что-то писать Юрию Зонису. Нет вопросов? Когда будет продолжение инквизитора НИМФа? Когда мне заплатят за первую часть. Провокационный вопрос. Провокационный вопрос. Да. Юлия Александровна, вот о ваших произведениях, таких как Мегидо, если бы, казательствах некоторых других. Очень залитный интерес к эскатологии, апокалиптике, загробанному миру. Как получилось, что система увлекает вас в цветущую двицу в главных штатствиях? Вы, вероятно, обращаетесь в другой Юлия Зонис. Я тут не замечаю цветущие в девице 16 лет, поэтому... Окей, а с чем у нас вопрос? Ну, все-таки по эскатологии. На самом деле привлекает меня не столько эскатология, сколько гностика, которая достаточно забавна. Но сама идея, что наш мир сотворил сатана, она, по-моему, требует дополнительного исследования. А эскатологические мотивы из этого как бы проистекают вполне автоматически, потому что понятно, что если наш мир сотворил сатана, то единственное, что нам следует сделать, это от этого мира избавиться. А там дальше будет Свет и, значит, София и прочее. Вот. Не то, чтобы я придерживалась этой идеи, но как бы рассмотреть ее с разных сторон достаточно забавно. гностика не самый распространенный мотив все-таки в фантастике. И, кажется, это так вообще довольно больно для детей. Но, в общем-то, это довольно популярно, особенно в наших целях фантастов 90-х отечественных. Вспомним Елену Хаецку. да. Вот, кстати, к вопросу о близости, так сказать. Да, Елена Хаецкая, ну, Елена Хаецкая. Я, конечно, скажу про Медилайн Симмонс, в первую очередь, потому что в детстве у меня была замечательная крепкуха Морген Лэг. У меня вообще в детстве было два десятка кличек по разнообразным любимым литературным героям на Морген Бес, мне нравится, хотя Морген Лэг страшный, более страшный, чем у меня, что... Виктория, замечательная, веселая повесть. Ну, как же, молодец, шоу там изначально веселое. Осталось сделать один из суток шаг до главного вопроса экзистенциалистов, вопроса самоубийства. Единственное... Это предложение или вопрос? Это предположение. Вероятно, следующее произведение будет посвящено Эдолу. Что самое смешное, да. Ну, во-первых, у меня все произведения посвящены Эдолу, потому что поведение героев совершенно слоумблизкое. То есть, ни один разумный человек такого делает, постоянно, да? То есть, не только самому крепнуться, но еще и мир разрушить хорошо. Не обязательно. Ну, желательно. Но это как побочное средство, так сказать, коллатором дэмэдж. Но поскольку герои такого мирового, масштаба, то с его смертью, возможно, и миру придется не сладко. Может, это Малибль, чем он мне говорит. Да. Собственно, последний вопрос, который я хотел задать. Когда ждать следующую книгу, о чем она будет, что сейчас лежит в издательстве? кратенько расскажем, пожалуйста. Я искренне надеюсь, что следующую книгу, вот те самые Химер, брошусь из лаборатории, ждать в сентябре, я по крайней мере этому не обещала. Замечательно знать свою три буквы. Еще подписан договор на соавторский роман «Хозяин зорка», тоже такой постмодернизм, стимпанк, и тоже, «К твоей печали» основанный на многочисленных первоисточниках, типа, «Снежный королевы», «Трех толстяков», «Волшебник из родного города» и так далее. Очень милая детская сказочка, которую мы переделали в нечто ужасное. Ну, вы не первые. Вот, но я как бы не знаю. Жанну, можно вспомнить «Снежную королеву», да? Не знаю, выйдет оно или нет, но договор подписан. Это единственное, что в данной ситуации можно сказать. Да. Вот, еще, соответственно, рассказ сейчас выйдет в «Свалкире», ну, такой рассказ, то ли повестуху, в принципе. «Сборник из Валкера», да? Да, «Свалкир 2». Это тоже довольно интересная история, потому что в «Сборник из Валкера 2» надо писать юмор про постапокалипсис. Рассказ, он, в общем-то, про виртуальную реальность вампиров. Но, тем не менее. Ну, я помню, в первом «Свалкере» был совершенно замечательный рассказ про попаданцев зомби. Не буду называть. Ну, так что это, в принципе, не автоп. Да, это не автоп. Там и не такое было. Понятно, понятно. Ещё какие-нибудь вопросы к нашему замечательному гостю? Ты бы что выбрала? Болтер или Плазмагон? И то, и другое. Можно без хлеба. Лучше БФГ. Нет, ну чё, не лучше. Без другого сеттинга. Другой самочек. Нет, там были спортеры, типа там, истребители, и всячески. Какая раса тебе наиболее привлекает в этом, в «Архамере 40 тысяч? Эльдары. Чёрные такие красивые. Чёрные удары. Нормально, я же... Ты не любишь чёрные? Я в далёкой юности называлась Фенором. Как же меня могут не привлекать удары? Они же чёрные. Они не чёрные, они тёмные. Ущитите разницу. Легка загорелывает. Ну да. Очень каё. Как отличить? Всё, наверное. Афроэльдары. Спасибо большое, Юля. Если вопросов больше нету, я думаю, на этом мы закончим нашу официальную часть. Ну, мы идём с ней официально. Напоминаю ещё раз, что в гостях у нас была писательница и переводчица Юлия Зонис. Вы смотрели «Литературную гостиную», подкаст, который выходит при поддержке Санкт-Петербургской книжной ярмарки ДК Микрубской. Наша ярмарка работает по адресу проспекта Бургской обороны, дом 105, 10 минуты ходьбы от метро Елизаветская. Всего доброго, до следующей встречи. Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарками.